Всем привет! Сегодня я хочу вам показать подборку ароматов, которые у меня ассоциируются с отпуском, либо с летом, с отдыхом, с чем-то таким приятным, ощущение свободы, с чем-то вкусным. И практически они все ощущаются мне как тропические коктейли. Вот как-то так. В общем, это где-то аналоги на лимитке Эскада, где-то просто может быть интерпретации каких-то этих лимиток. Я посмотрела на аромат Эскада, потому что мне казалось, может быть, у них качество будет получше. Я смогла урвать вот такой вот аромат от Эскада. Покажу вам коробочку. Слепрейт лайф. Они у нас стоят недешево, стоят где-то от 35 и выше ароматы. И вот я 30-ку рвала на распродаже. Мне очень хотелось попробовать что-нибудь от Эскада. И вот такой вот аромат. Очень приятно держать флакончик в руках. Здесь такое оформление красивое. Вот это листочки. Говорят, что они, типа, счастье, что ли, приносят. Но, короче, у этого дерева оно такое южное. Оно не так часто встречается, но я его у нас уже видела. И поразилось, насколько вот действительно у него вот такие листочки очень красивые. Если когда-нибудь я буду гулять, и мимо этого дерева обязательно вам покажу листочки, если смогу дотянуться, потому что деревья, такие деревья большие. Короче, к аромату. Аромат такой летний, но он фруктовый и цветочный. И больше мне всегда почему-то казалось, что он мне кажется больше цветочным, чем фруктовым. В пирамиде же здесь заявлено много фруктов, действительно, личи, груши, горький апельсин. Я, может быть, чувствую здесь немного личи, но и то для меня это какой-то аромат жвачный, наверное, аромат жвачки. Может быть, это из-за апельсина, хотя здесь написано горький апельсин. Потом есть амбра и цветочный цвет апельсина. Короче, цветы апельсина. Роза, ваниль, абраксан, мускус. Я не чувствую себе здесь ни ванили, ни абраксана, может быть, мускус. Но, в общем, мне кажется, что это вот фруктово-цветочный аромат, напоминающий жвачку. Очень неплохой, но я думаю, что тридцатки мне хватит. Вообще, такие ароматы, мне кажется, нужно вообще покупать. 50 мл или сотка, потому что и хочется на себя выливать. Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение. И вот попробовав вот этот, я сказала, что нет, я лучше буду покупать аналоги, чем оригиналы. И второе, я подумала и в хотелках у меня магнетизм есть от эскада, а остальные как-то не трогают меня. Ну, вот, может быть, и из-за того, что есть аналоги. Следующий, который, как и аналог задумался, вот такой вот аромат, have fun, он мне напоминает не столько... Вот представьте себе... Представьте себе тропические фрукты. Тропические фрукты. Но из них взяли, сделали шампун. Вот так мне пахнет, have fun. Это ляриф. Флакон мне очень нравится. Мне нравится, что он большой, можно поливаться таким ароматом. Пахнет он... Ну, да, пахнет и на мне он как шампун. Но хотя у него очень пирамида богатая. Там есть клубника, малина, яблоко, черная смородина. Я ничего так расчленить не могу, к сожалению. А вот из цветочного пион роза фрезия и жасмин. И, кстати, вот это вот сочетание или цветы, такие как пион фрезия и жасмин, встречаются очень редко в ароматах, которые пахнут как-то тропически... Или жвачкой. Я так называю. Так, давайте положим этот красивый флакон сюда. Следующий аромат, который тоже затунулся как аналог на... Ой, как вкусно пахнет. Это Paradis Abyss. Тоже аналог Эскада. Там разная есть в интернете информация. Одни думают, что это одна лимитка Эскада, другие говорят другая. Но мне пахнет он жвачкой Love Is с бананом, бананом и бананок-клубникой. Было такое сочетание. Что-то такое пахнет настоящей-настоящей жвачкой. Тоже вроде как тропической. Так, сейчас девочки найду. Здесь же на самом деле опять пирамидка очень богатая. Здесь есть и нектарины, и манго, и клубника, и розовый грибфрут, и клубника опять. И кокос, и водный гиацинт, и молоко, мускус, и санта. Но он для меня совершенно не молочный, вообще не молочный. И кокос я здесь тоже явно не чувствую. Вот мне почему-то пахнет вот так вот. Но иногда такие ароматы, они и пахнут как-то непонятно. Еще один аромат, который мне пахнет очень и очень отпуском, это вот такой вот аромат Surreal Island. О, девочки, как же он мне нравится. Когда я его купила, я сказала, что это компотик. И это так и было. Он был очень такой какой-то невнятный, какой-то прозрачный, рисковатый и бледный одновременно. И он мне нравился совершенно, как он как-то раскрывался, носился. Ну, я подумала, ладно, средненький выпишек. Вот прошло время, я его купила достаточно поздно летом, или даже уже осенью. Он у меня постоял, я его специально оставляла на весну и лето. И сейчас я его просто на днях буквально выкулила, и это просто обалденный аромат. Действительно пахнет, он пахнет фруктами экзотическими, но и цветами. В общем, аромат тоже из разряда что-то такое коктейлевое. Аромат 2000... нет, какого он года? Недавнего года он, 2018. И там написано красные фрукты, но изображены были ягоды. Я не знаю, я ничего такого не чувствую. Смотрите, что там в серединке. Пион, фрейзиа, жасмин. Ничего не напоминает, точно на этот похож. И бобы тонко в конце. Аромат мне очень нравится, буду носить его с удовольствием. И мне нравится, опять же таки, флакончик очень такой веселый. Следующий аромат, это аромат... Сам по себе не думала, что он задумывался как аналог чего бы то ни было. Шикарный аромат. Я начала его уже потихонечку носить и думаю, что буду носить и весну пока... Самое пеклое, такие ароматы, кстати, носить не могу. А вот зимой, когда мне хотелось поднять себе настроение, или вот сейчас весной, уже вроде как чуть-чуть потеплело, но только начало весны, носится прекрасно. Я прямо хожу, наслаждаюсь, вдыхаю этот аромат. Во-первых, мне нравится, что здесь очень много аромата. Им можно плеваться, можно не думать о том, что он закончится. И аромат бюджетный, они все бюджетные, которые я вам показываю. Он пахнет мне, опять же, тропическим коктейлем, но ничего общего с косметикой. Действительно пахнет мне более так натурально на фоне вот этих всех. И да, мне пахнет немного дыней. Я вот чувствую дыню, жасмин, а все остальное же как-то оно... Я не могу это разгадать. В пирамидке заявлены и красные, и яблоко, и черная смородина, и лимон, и персик. Из цветов розы, лилия, магнолия и жасмин. И как база идет мускус и амбра. Но аромат прозрачный, он не согревает, он наоборот как-то освежает. Может, это благодаря лимону, не знаю. Но вот ощущается мне действительно дыня довольно ярко. И, наверное, чуть-чуть жасмин. Но жасмин здесь не яркий, я просто жасмин хорошо знаю, и я его неплохо знаю в ароматах. А так аромат прозрачный, даже, я бы сказала, немного водянистый. Может быть, где-то может отдавать огурцом, где-то в базе. Может быть, это мускус так играет. Но, в общем, аромат классный на лето. Мне он очень-очень понравился. Так, давайте все-таки вот этот подальше отложим. Коробочку можно убрать. Так, следующий аромат. Этот почему-то у меня ассоциируется именно с летом. Я не знаю, почему он считается таким, считается восточно-специевым. Я думала, что я действительно получу по пирамидке, думала, что получу какой-то такой зимний аромат. Хотя флакон однозначно напоминает мне лето. Но так и получилось. Он, мне кажется, это, девочки, Султан. Так. Хорошо видно. Султан ле фатайм называется этот аромат. Коробочки у меня все спрятаны, поэтому я не смогла их найти. Надо далеко лезть. Вот здесь аромат. Включая в себя корицу и кумин, вообще не чувствую ни корицы, ни кумин. Потом и ланг-ланг-жасмин, тоже совершенно не чувствую. Бидзейн, садал, кеда. Вообще ничего из пирамиды я не чувствую. Я этот аромат ощущаю, как молочно-кофейный сначала, а потом он действительно начинает пахнуть мне пиноколадой. Там на фрагрантике кто-то написал. Я сначала подумала, а мне почему-то молочно-кофейным кажется. Но потом при раскрытии я действительно начала чувствовать вот что-то такое молочно-кокосовое. Да, и поняла, действительно напоминает мне коктейль пиноколад. Поэтому буду им пользоваться весной. Летом, не знаю, он может показаться таким довольно приторным, мне кажется. Ну, я его еще в самую жару не носила, там будет видно. Так, очередной флакон от L'Arive. Тоже задумался как копия, не копия, а закос на лимитку Эскада. Боже, какой божественный аромат, мне пахнет бананом. А, бананом и что-то такое. Банан клубникой. Да, мне кажется, что пахнет мне бананом и клубникой. Опять же, жвачка Лафис вспоминается. Они такие делали ароматы. Здесь есть кокос, лимитка, персик, ананас, банан, амбра, мускус и сандал. Вот, банан я чувствую. А почему-то ананас, кокос я почувствовать не могу. Мне вот это пахнет скорее чем-то клубничным таким. Ну, не знаю, в принципе, что от него ожидать. Аромат химозно-съедобный. А такие обычно жвачки, соки, они пахнут неправдоподобными фруктами. Поэтому я не удивляюсь, что они так пахнут. Еще один аромат, тоже на какую-то старую, по-моему, лимитку эскада. Это тоже БиЭс. Я сначала не поняла, что это БиЭс. Случайно его где-то увидела, потом, блин, знакомый флакончик. У меня, по-моему, он есть. Потому что он называется Farby Overse и потом Ocean Fun. И я думала, что вот это вот... Это я сама подписала, не было такого написано. Просто я нигде не могла увидеть. А коробку я спрятала. Там девушка была нарисована на фоне волн, океана. Аромат больше косметический, такой тропический коктейль, гель для душа. Вот так вот мне пахнет, но тоже очень вкусно. Классный аромат. Он больше ощущается не как парфюмированная версия, а как туалетная вода. Так что мне кажется, его в жару будет намного проще и легче носить, чем вот более такие сладкие ароматы. Следующий аромат, это аромат, от которого я просто в восторге. Это Ariflame Luminescence. Посмотрите, девочки, на флакон. Они, конечно, все красивые на самом деле. Но вот этот, во-первых, его приятно держать в руках, так же приятно, как вот этот. Он такой покатый, округлый. Вот этот цвет флакона. Просто восторг. На крышке написано название. Очень аккуратная вот эта вот часть, хоть и пластмассовая, но все равно приятно в руках держать. И аромат, вроде по пирамиде, знаете, он очень простой. Но каждый раз я не могу понять, что мне пахнет так как-то необычно, как будто чуть-чуть пряный или чуть-чуть древесный аромат. Очень необычный аромат. Но пирамида у него достаточно простая. Цитрусы, яблоневый цвет, пергамот, фрезия, шасмин, пион, светлое дерево. Я не знаю, что они под этим подразумевают. Амбра и мускус. Просто вот есть что-то в этом. Может быть, это цитрус и пергамот, который положен на цветы. Жасмин придает какую-то вот такую игривость и опять же таки жвачность. И на фоне пиона, пион это очень сладкий такой фрукт, очень ярко начинает играть цитрус и пергамот. И поэтому он каждый раз у меня открывается как-то по-разному. Однозначно аромат, который хочется, им хочется убиваться, его хочется носить постоянно. Но я его берегу, потому что он снятость. Да, его сложно найти. И он не надоедает. Это аромат вроде как с одной стороны простой, а с другой стороны непростой. Потому что вот есть какая-то в нем пряность и вот терпкость. Не знаю, классный аромат. На фоне вот этих вот он менее химозный ощущается. Больше такой, может быть это из-за цветов, не знаю. Ну короче, очень красивый аромат. Если у вас есть возможность такой аромат, попробуйте еще где-то купить. Купите обязательно. Он вас однозначно не разочарует. И он тоже, они все стоят относительно бюджетно. От 6 евро, даже от, по-моему, без. Я урвала вообще за 5 евро. От 5 евро они стоят все до 15, до 18 где-то вот так вот. Потому что некоторые я не повезло и смогла очень по приятной цене прихватить. Такой же классный аромат, но он уже не ощущается мне скорее компотом. Хотя в начале мне казалось, ммм, такой какой-то цветочно-фруктовый аромат больше. Я явно чувствую в нем яркий-яркий жасмин. Но когда я пролезла на фрагрантику смотреть этот аромат, то кто-то написал там, что он пахнет виноградом Изабелла. И знаете, сразу у меня такая картинка, вспоминаю запах этого винограда и думаю, да, действительно, на старте он пахнет действительно этим ароматом. Потом он раскрывается, больше уходит в цветы. Здесь есть гиацинт, лист черной смородины, лимон, красное яблоко. Но лимон здесь настолько какой-то прозрачный, я его не чувствую совершенно. Липовый цвет, красный мак, жимлость, магнолия. Смотрите, девочки, здесь даже нет того, что я ожидала. Мус, ускорение риса, пачули. Почему он мне пахнет жасмином, хоть убейте, не знаю. Вот виноград, жасмин, а его даже, всего этого даже в пирамидке нету. Ну, пытаюсь, у них хоть липовый цвет, и не могу его почувствовать. Интересно. Вот как иногда выдаёт сам аромат, как раскрывается, в отличие от пирамидки. И девочки, вы знаете, вот я сказала, они все бюджетные. И этот, наверное, самый дорогой здесь. Его можно урвать по скидке и за 23 евро, как-то так. Но цены на этот аромат прыгают. Если популярность вдруг и начнут его хвалить в интернете блогеры, он сразу как-то, я замечала, дорожает. Если про него все забыли, там понавходила куча новинок, то он дешевеет. То есть иногда можно действительно очень по хорошей цене урвать флакон, в котором... Сейчас вам скажу, сколько здесь миллилитров. Неужели здесь не написано? Дох. Написано 100 миллилитров. И мне он очень нравится. Мне нравится и вот этот элемент. И вот эта застежка, которая говорит, что это все-таки флакон, который не относится к люксу. Он относится к очень веселой брендовой марке одежды, которая полуспортивная, полу такая гламурная. А так флакон, если вы посмотрите, смотрите, какой шикарный. Он как граненый бокал, бокал вина. Вот если бы здесь была ножка, то вы бы не удивились, если бы здесь оказалось белое вино какое-то. Шикарный аромат. Ну вот, да, если вам нравится такое фруктово-жасминовое сочетание, потому что мне он пахнет именно так. Я не знаю, может быть у вас, у кого-то он по-другому раскрывается, но мне он пахнет жасмином и виноградом. Еще один аромат. Я сохранила даже коробочку, потому что коробка необыкновенно красивая, матовая, оформление шикарное. Это Би-Эс О-Тюркис. Аромат я отхватила тоже, по-моему, за 4 или 5 евро. Очень бюджетно. И аромат. Сначала он показался мне вначале, что... Коробочку, ладно, отложу. Выглядит флакончик вот так вот. Ну вот это... Когда стоит приятный флакончик, но вот это очень дешевая пластмасса. Вода чуть-чуть грубая, но она не красит. Запах необыкновенный. Такой коктейль, в котором есть ананас, в котором есть ананас, апельсин, может быть, немного банана. Ой, очень вкусный аромат. И здесь есть еще цветы. Вот он пахнет мне и коктейлем, и он пахнет мне фруктами. Так, надо глянуть, что здесь в пирамидке есть. Так, по-моему, я... А, точно, на коробочке. Здесь очень удобно, есть пирамидка на коробке. Здесь заявлены ягоды, лимон, груша, роза, яблочный цвет, фрезия, жасмин и персик. И потом сеттервуд, сандал, маск, мускус и ром. Ром вообще не чувствую. Я знаю, как пахнет ром, но... Я вообще базу здесь не очень чувствую. Но я чувствую вот эту вот фруктовую ягодность, немного с цветами. Да, жасмин, однозначно здесь есть жасмин. Чувствую, и мне безумно нравится. Розу так явно тут не чувствую. Короче, шикарный аромат. И это закос под Ральф Лоурен. Ральф Лоурен. А я думала, что, блин, мне так нравится. И он, к сожалению, такой нестойкий. Я обязательно должна прикупить себе Ральф Лоурен. Он, в принципе, недорого стоит. Где-то 20 мл. Или 30 мл. Можно было урвать за 30 евро. В принципе, бюджетно. Но, когда этот аромат Биес полежал, оказалось, что он стал более стойким. Чудесно держится надежда. Я подумала, зачем я буду покупать оригинал, если у меня есть достаточно стойкий Биес. И он, как сказать, при нанесении запах спирта чуть-чуть ест, но он быстро выветривается. Короче, мне безумно понравился аромат. Так, осталось совсем немножечко. Следующий аромат, который я недавно приобрела, и он перекликается мне с Парадиса. Но, вот он еще немножечко полежал. И вы знаете, что я чувствую? Кроме банана, он мне пахнет каким-то юпи. Он мне пахнет юпи. И, вот интересно, может быть, папайя так пахнет. И ананас. Здесь классная пирамида. Пинаколада, ее не чувствую. Папайя, кокос, ананас, личи, персик, кибискус и мандарин. Сандал, жасмин, мускус в базе находится. Жасмин, который находится в базе. Интересно, да? Вот мне пахнет скорее папайя, ананасом. Что-то, да, может быть, мандарин немножечко. Ну, очень фруктовый аромат, очень. Шикарный. Мне очень понравился. И вот я буду его разнашивать летом. Тоже интерпретация какой-то лимитки от Эскада. По крайней мере, на фрагрантике так сказали. Я лимитки Эскада не попадала на тестеры. И потому я не знаю, как они пахнут. Но доверюсь тем, кто пробовал. И остальные два аромата. Это ароматы Эйвен. Первый это Персив Саншай. Вы знаете, мне нравится, как он вначале... Вот вначале проходит пара минут, и мне безумно нравится, как он сидит. На одежде. Потому что из одежды, в принципе, и с кожи он слетает очень быстро. Это парфюмированная вода. Тоже такая напоминающая отпуск. Отпуск, либо выходные. Когда вы идете в кафе, садитесь с девчонками, заказываете себе коктейль. Что-то такое фруктово-цветочное напоминает мне. Но до аромата Сюрил Айланд, он, короче, мягче, держится меньше. И ему не хватает характерности. Может быть, его нужно в самую жару поносить. Но он мне, по-моему, прошлым летом, он мне немножечко химозил в жару. Он больше на такое лето теплое, но не пекло. Ну, тоже приятный аромат. Единственное, что у меня не возникает желание. Боже мой, хочу еще себе его в запас. Потому что есть ароматы, которые вот Персив Сол, я себе купила в запас. Он мне невероятно нравится. Но он больше такой цветочный какой-то. Ну, про тот аромат. А вот этот такой компотик, но, к сожалению, не стойкий. Если бы он был в стойке, было бы классно. Но, увы, увы. Так, положу его сюда. Так, флакончик красивый. Может быть, он так и задумался, не знаю. Но парфюмерная версия, мне кажется, должна более дольше держаться. Может быть, это на мне так. И я не могу не показать. Вот этот аромат. Тоже Эйвен. Ах, девочки, здесь заявлено в пирамидке лотос, береза и розовый перец. Я всего этого не слышу. Я слышу просто такой... Я не знаю, такой химозный, вкусный аромат. Но для меня почему-то он ассоциируется именно с отпуском, с летом. Но буду начинать его носить сейчас. И, как видите, я его сносила уже полфлакона. У меня цель закончить его, сносить его до жары и потом купить новый. Почему? Потому что вот как я его купила и начала им пользоваться, он мне больше нравился, чем он пахнет сейчас. Мне кажется, начал... Как-то это звучит по-дурацки, но больше химоза, чем он химозил раньше. То есть свежим он пахнет намного приятнее. Ну, не знаю, может быть, это, конечно... Сейчас я его попользовалась и в конце зимы, и вот в марте немного, и подумала... Не он не так пахнет, как раньше. Но, может быть, это действительно всё дело в погоде. Вот такая у меня получилась подборка. Это все мои такие ароматы отпуска. Есть, конечно, другие, которые напоминают... Ну, они все больше уходят либо в цветы, либо какие-то конфетки слишком сладкие. А вот это вот, это именно что-то такое коктейльное, отпускное, мыльно-коктейльное, мыльно-тропическое, шампуневое, гели для душа. Вот это вот всё. Всё, девочки, надеюсь, у вас появились какие-то идеи. Может быть, если вы что-то захотите, то вы сможете запросто себе приобрести, потому что ароматы практически все прямо очень-очень бюджетные. Желаю вам всего хорошего и до следующего видео. Пока-пока.